Ну, а теперь давайте вспомним другой вопрос. Мария, ты отдышалась? Готова? Да, только я листочки свои нашла. Ну, ничего страшного. Это очень хорошо. У меня однажды, когда еще очно занимались, пришла ученица с работы вечером, и у нее было задание рассказ о своей семье. И она такая побледнела, говорит, я листочек на работе оставила, учила весь день. И говорю, ну, вот это замечательная ситуация. Вот все, что в голове, да. Мария, как спросить, в котором часу, ну, например, мы увидимся? Или в котором часу ты ешь? Любое тоже, да. Главное, в котором часу? Акеора. Акеора, совершенно верно. Акеора. Ну, а дальше там манджи, чивидямо, апрельнигоцио, парте ильтре, ну, все, что угодно. Главное, акеора, да, в котором часу. Соответственно, отвечать мы будем при помощи тоже вот этого предлога А, но он у нас будет объединяться с артиклями. У нас следующая циферка идет 2,21. Мы сейчас не будем конкретизировать, про что мы говорим, просто будем говорить в 2,21. Вот, Лиса, можешь это сказать? Что что-то происходит в 2,21? Ну, просто сразу в 2,21. Не надо ни чивидямо, ни чсиньямо, ничего. А, Лис, наслаждайтесь. А, Лис. А, Лис. Уну, а говорим венту, но объединение происходит. Следующий у нас 9.30. Маша, скажи, в 9.30 что-то там происходит. Али нове эмэдзо. Эмэдзо, можно сказать. Или мэдзо, да, можно и так, и так сказать. Али дьетчимену мэдзо. Ну, так, наверное, вряд ли мы ни по-русски, ни по-итальянски не скажем, что без половины 10. А вот 9.30 вполне можно сказать. Маша, как это сказать? 9.30. Али нове э трэнта. Э трэнта. Гали, скажи, пожалуйста, поезд отправляется в 4.58. Можешь такое родить? Иль трэнно парта. Парте. Куатро. Чинкуанта. Отто. Ну, давай немножечко подправим. Эль трэнно парте. Это глагол будет партира на иры. Эль трэнно парте. И вот нам даже надо дальше сказать в. Да? 4.58. Али кватро. Эй чинквант отто. Чинквант отто. Всё. Эй чинквант отто. Достаточно. Минуты тут уже лишние. Да, совершенно верно. Мария нам скажет, что в час тридцать она ест. Или что её дети едят в час тридцать. Мария, ты здесь? Да, да. Вот скажи, мои дети едят в час тридцать. Угу. Имеем бомбини, манджину, али, уна, мэцу, эмэцу, да? Ну, давай ещё подкорректируем. Здесь всё-таки один час, да? Луна. Алюна. Алюна. Вот у кого перед глазами конспект, там в скобочках указан этот вариант. Аль, ля, с двумя элли и с апострахом. Алюна. А мы сегодня это будем подробненько рассматривать, все эти объединения. Да, хорошо. Так, Лиса, скажи, мои собаки едят в час пятьдесят пять? Можешь такое сказать? Или мои животные? А собаки мужского рода? Ильканы, ильканы? Да, собаки мужского рода, да. Не, ну не манжину, да? В настоящее время едят манжину. Ну, давай ещё разочек эту фразу скажем. Во-первых, там один час, значит, Алюна, да, Алюна, час у нас девочка, ничего с ней не поделать мы не можем, девочка она в итальянском, поэтому Алюна, да, и Чинкуанта Чинкуэ, да, Чинкуанта Чинкуэ, но это можно сказать и по-другому, без пяти два, вот как ты скажешь, они едят без пяти два. И КАНИ, во множественном числе, И КАНИ, да, не ИЛЬ уже, а И КАНИ, АЛЛЕ, 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 ТУЕ, МЕНО, МЕНО ЧИП, совершенно верно, не забывайте, что когда вы говорите не просто который сейчас час, а в какое время, да, вот по-русски в три, в два, в час, по-итальянски здесь предлог А, просто он объединяется либо СЛЕ, АЛЛЕ, ДУЕ, АЛЛЕ, ТРЕ, АЛЛЕ, ДОДИЧИ, либо вот это АЛЛЮНА, АЛЛЮНА, то есть вот с часом идёт вот такая вот АЛЛЮНА. Час всегда АЛЛЮНА, да, дальше мы уже прибавляем минуты или вычитаем, они вот никак не влияют на предлог эти минуты, потому что мы согласовываем именно вот эту девочку, которая час, да, АЛЛЮНА, АЛЛЮНА, она одна у них, потому что она у них девочка, ну это просто нужно запомнить, да.